здравствуйте друзья всем привет сегодня по просьбе нашего подписчика мы сняли видео по поводу автобусных остановок даже пальцем показывал где они естественно это увидеть ну либо здесь остановка либо наведи налево вон там чуть-чуть пару метров там слева будет вон там вон остановка не туда включил аж даже поворотник-то хотел да вот налево остановка либо вот остановка все они останавливаются на 392 но мы-то ездим на машинку поэтому нам как бы не знаю вот еще одна остановка хорошую вот еще одна остановка тут уже в сторону Болоданска остановка платформа вон какая хорошая вот дорога снимает дорогу я музыку выключу правда сейчас хорошая потому что снег зашел но до этого что-то никто не чистит ни хрена ни уши помыка как вон снимет ну это строительный материал чей-то да строительный мусор не материал это но здесь много много всего много остановок поэтому я думаю что труда никакого не составит найти общественный транспорт найти остановку ну худой конец такси здесь даже есть а кстати очень вкусные мастер суши за рекламу вы нам 500 рублей будете делать кто мастер суши офига себе за бесплатно рекламировать знаешь такое себе альтруизм я считаю в наше время учитывая того что от ютуба деньги никто не получает поэтому ребят ничего не знаю вот так сейчас мы будем проходить любая работа должна быть оплачена я считаю да сейчас мы будем проезжать да не проходить да могу высадить пройдись да река Сейма ой не видно нам с этой стороны не знаю что там за река и она растаяла река говорит Сейма да будем на обратном пути а точно вот да 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 вот и река она уже растаяла вот а вместе с рекой растаял асфальт со снегом и ехать здесь и стало именно вот здесь вот нереально весело ну здесь суд защита сейчас будет вот по эту сторону вот ой хитрём потом да заколебали уже тяжело яму что ли заделать вот этого не понимаю каждый год одно и то же больница одни и те же ямы есть ну магазинов много тоже вон всяких хозяйственных похоже вон да шаурма есть луи бетон вон есть кто? услуги спецтехники магнит еще одна шаурма еще одна шаурма еще одна яма в общем ну а мы медленно подвигая передвигаемся к переезду к валберсу отсюда хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ну все сейчас мне нужен код я отключаюсь рома меня спрашивает а там один груз я говорю нет там горшочки чтобы надо было чтобы проверил чтобы они были не битые и агроперлит у меня для петуни чтобы чтобы пересадить их как раз а то они прям вот я купила три штуки может помните да там в видео предыдущих было три петунии ампельных купила и у них уже корневая система ну так достаточно хорошо заполнила эти маленькие стаканчики их надо пересаживать да и черенковала я у меня не получилось ничего в землю агроперлит вот вроде бы говорят что хорошо но все проэкспериментируем так что не всегда не всегда все получается да и рома еще не вышел вот будем смотреть наблюдать за ним так сейчас назад поедем уже идет назад поедем и опять речку покажу не видно было целая о здорово перлит агроперлит это это добавка в землю звучит как пердит строительный материал для растений шпаклевка шпаклевка ты цемент цемент вау так не ругаться я и не ругался где я даже мат не было все поехали обратно если ты по-английски считаешь это мат но не все это переводят пойдем поехали обратно дайте мне по-английски ругаться сейму речку покажем как раз она с этой стороны будет так так поехали так вот это река сейма сейчас покажу с этой стороны как она растаяла вот наверное видно было да я очень на это надеюсь что видно было ну все поехали по делам а с вами уже до дома друзья если кому-то надо на 392 километре сейма гарден где садовый центр там есть строительные материалы пиломатериалы и все в этом дуке здесь вот будка такая стоит да бытовка и вот я смотрю цены в принципе более-менее такие нормальные 70 тысяч 85 тысяч 90 и 110 он все там от размеров зависит вот и еще садовый туалет ну может быть кому-то пригодится я когда первый раз его увидела я если честно думал что он из линолеума покрыть линолеумом я думала линолеумом я думала вот такой садовый туалет будка кстати для собак понравилась будка цена 10 тысяч очень интересная такая дальше идет туалет садовый сколько он 17 тысяч но только для худеньких он толстенькие не пройдут и ларио тридцать тридцать один что ли тридцать тысяч не вижу отсюда здесь вот сколько стройматериалов всяких от труб до блоков там всякие 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 сантехника вот все да все даже шиномонтаж даже вон есть там вот дальше стройматериалы и пил материалы смотрите направо и налево расчищено все фура туда башкой ушла а прицепом перегородила эту дорогу что с ним стало может дорогу вас подморозила они же летают все на летней резине это Рештикинское шоссе решеток 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 ну а что по ямам уже решеток как еще назвать ну да ведь здесь очень много ям вот здесь дорога говнища хотя в прошлый год делали вроде что-то непонятно как то хотел сказать дети куда ты пошли что там взял свою еду купаться купаться наоборот На Валбересе мы забрали стаканчики и агроперлит, сейчас все покажу. А земля тетравита для петуний. Такие горшочки для рассада, их 10 штук, комплекции 10 штук. Он был открытый. Я посчитала их 11 штук. Думаю, странно. Значит, просто сделали так. Положили еще одну. Открыли и положили еще одну в подарок. Ну что ж, я скажу. Приятно, приятно. Очень даже приятно. Стаканчики. Я не помню сколько. 300, по-моему, или 350 миллилитров. Вот такие удобные. Я не скажу, что сильно мягкие, но и не скажу, что сильно жесткие. Это мне нужно для петуний, чтобы пересадить их из маленького стаканчика. И вот такой вот я взяла перлит. Крупная фракция. Да, она действительно крупная. Но с другой стороны, в другой сейчас, она вот такая вот. Видно то, что мелкая. Но ничего страшного. В магазине все то же самое. Вот. Я себе взяла для петуний. Объем взяла вот такой. Вот там и меньше, конечно, был. Но я взяла такой на всякий случай. Если я все, да все, конечно, не расходу. Тут его много. Вот. Можно почитать его преимущества и примечания. Я почитала, сделала вывод, что попробую вот так же вот петунию укоренить, попробую. Ну, посмотрим, что у меня получилось. Просто земле у меня не получилось ее укоренить. Вот, посмотрим. И тем более, я купила, сейчас покажу, землю. Я уже не один раз говорила про эту землю, что она мне нравится. И вот мы недавно купили такую землю. Я ее уже израсходовала. Вот приобрели еще 5 литров. В нее я как раз еще побольше насыплю вот этого перлита. Чуть-чуть. Потому что здесь есть перлит. Когда я купила рассаду петунии, я увидела, что перлита там очень много. Поэтому я добавлю и посажу в горшочки, которые я приобрела. На сегодня я с вами попрощаюсь. Вот такое вот коротенькое видео сегодня получилось. Завтра у меня еще много дел. Мне нужно будет вот эту плиту отмыть. Как я и обещала, буду мыть завтра вместе с вами. Только мне надо штатив у Рома забрать. Завтра будем мыть плиту. Покажу еще, как работает это средство. И что еще завтра будем делать. Завтра, наверное, пересадим какие-нибудь растения. Наверное, скорее всего, петунию. И еще завтра я попробую успеть с растениями тоже. Я подумала, что я их в землю закопаю. Это которые канны и георгины. И еще спасибо за совет Ларисе. Огромное спасибо за то, что мне нужно, как гладиолусы, почистить и уложить. Огромное спасибо. Завтра попробую все сделать. Ну, на сегодня все. Пока-пока.